В лучах искрящиеся море, блестящих бликов фейерверк и романтизм морских историй, шуршающих волк беспечный бег. Образность – главная изюминка в стихах Ларисы Каменщиковой. По словам поэтессы, слушателей нужно заинтересовать и позволить им додумать общую картину самостоятельно. Морские русалки, играющие в бушующих волнах дельфины и песок Анапского побережья – эти и другие образы появляются в стихах Ларисы Георгиевны. Наверное, не случайно, все-таки тоже живем на берегу моря. Я очень люблю море. Вообще, люблю Волгу. Я на Волге выросла. Полюбила море. И очень много стихов у меня посвящено и морю, и Анапе. И сейчас даже практически готова уже книга. У меня четыре поэтических сборника выпущены в печати. И сейчас готова пятая книга, которая целиком и полностью посвящена Анапе и морю. Не так давно Лариса Каменщикова вернулась с 9-го международного литературного фестиваля «Чеховская осень». Как говорит поэтесса, поражала география участников и членов жюри. В Ялту съехались писатели из более чем 25 регионов России – Белоруссии, Украины, Германии, Сирии и даже Колумбии. Все говорили на одном языке – языке поэзии. В этом году в конкурс была введена новая номинация – поэты-маринисты. В ней Лариса Каменщикова заняла первое место. В Анапе ее ждали поклонники литературного творчества. Слушая Ларису Георгиевну, ее стихи, вот они, знаете, они пахнут свежестью, молодостью, задором. Они вдохновляют. Я не знаю, я вообще люблю поэзию. В Анапе уже более 50 лет действует творческое объединение «Парус». В его состав входит полсотни талантливых писателей и поэтов. В этом году была открыта секция авторской песни. Объединение не раз проводило концерты и приглашало поэтов-песенников из других городов. В рамках акции «Ночь искусства» в Доме культуры Родина состоялся литературный вечер. Пять анапских поэтов прочитали свои лучшие стихи об уходящем времени года и наполнили зал атмосферы золотой осени. Власта Царева, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.